Здравствуйте, дорогие наши друзья! Эти кадры прислала вчера из Иерусалима мама Рафаила. Нет, это не детский день рождения во дворе. Дело в том, что в Израиле началась полномасштабная война, и закрылись все школы. Опять взрослые не выполнили своего обещания детям о том, что у них будет мирное и доброе, безопасное детство. Дети, естественно, сидят дома, занять их нечем, и вот волонтеры, собственно говоря, сами граждане, пытаются организовать для них хоть что-нибудь, чтобы отвлечь их от страшных новостей по телевизору и от очень тревожного, пугающего воя сирен, когда на Иерусалим летит очередная ракета. Сегодня мы будем говорить о войне, которая началась в Израиле, которая уже опять второй раз серьезно после ковида изменила жизнь страны. Эвакуированы все туристы, нельзя собираться более 10 человек в одном месте, люди постоянно смотрят новости, постоянно смотрят специальные сайты, где сообщается о прорыве палестинских террористов в тот или иной город, даются указания всем оставаться дома, не выходить, или же следят за семейными ватсапами, чтобы знать о том, что делается у родных. В общем, мы тоже получили звонок, который проиллюстрировал нам ситуацию очень ярко и страшно. Позвонила наша милая, добрая знакомая из Ашкелона поздравить нас с рождением дочки. И вот, что мы услышали. Поздравляю вас, поздравляю вас еще раз с одной девочкой. Вот у нас Азака, я сейчас бегу, Мамат, потом поговорим. Поздравляю еще раз. Поговорим, и сейчас, сейчас варнует. Ой, взорвалась. Ну, а что же, собственно, произошло в Израиле? Наверное, вы уже знаете из газеты, из телевидения. 7 октября в субботу рано утром мы проснулись и обнаружили в семейном ватсапе совершенно страшные кадры от наших родных, которые живут в Иерусалиме и в центральной части Израиля. И узнали о том, что террористическая исламская организация Хамас, палестинская, совершила совершенно беспрецедентную, неожиданную наземную атаку на города и деревни израильские, которые находятся около печально известного сектора газа. Сектор газа территория полностью находящаяся под военным контролем Израиля. Там проживает около трех миллионов человек. Про газу мы уже когда-то выпуск делали. Возможно, вы его захотите сейчас пересмотреть. Вот наверху ссылочка. И ворвавшись в израильские города, они стали просто стрелять во все живое, как говорится, убивать всех подряд. Захватили огромное количество пленных. Сегодня уже говорят о сотнях пленных. До конца цифры скрывают. Точно никто ничего не знает. И также неизвестна судьба этих несчастных женщин, детей, стариков. Хамас снимает на видео, как мучают пленных. Выкладывают это в соцсети. Поначалу израильская страна говорила, что это фейк. Но теперь уже понятно, что это, к сожалению, не фейк. Уже насчитывают тысячами убитых. Притом с обеих сторон началась полномасштабная война. Полетели тысячи ракет, естественно, в сторону Израиля из газы. Полетели бомбить опять газу израильские военные. И, в общем, случилось то, чего многие боялись, предсказывали. В ослабшем государстве, ослабевшем государстве взорвался этот паровой котел. Сегодня мы поговорим с вами о причинах и следствиях. Попробуем понять с нашей христианской точки зрения, что происходит и почему. Потому что ничего не бывает случайно. И вот рассуждать об этом будем вместе с Рафаилом. И после последнего видео нам очень много комментариев писали. Ой, Анна и Рафаил, как хорошо, что вы уехали. Вы, наверное, заранее знали, что будет такая война. Как вы правильно делали и так далее, и так далее. Дело в том, что когда происходят такие ужасы, действительно, мы слышим о таких просто зверских нападениях со стороны джихадистов, со стороны Хамаса, со стороны просто как-то людоедов. И последнее, что мы думаем, это как мы правильно, молодцы, так мы правильно делали. Нет, мне на самом деле очень горько, просто не выражаю это так в экране, но на самом деле и горько, и страшно, и неприятно от всего, что происходит. Тем более, что, как и все граждане Израиля, я коренной иерусалимец, я коренной израилетянин, у меня еврейское происхождение и по маме, и по папе. Это те из вас, которые, может быть, не знакомы с нашим каналом. Много поколений, наша семья жила и в Старом городе, и в Иерусалиме. Мой дедушка воевал в войне за независимость Израиля и так далее, и так далее. То есть, короче, я не из иммигрантов, я не из русских иммигрантов, которые приехали 10, 15, 5 или что-то лет назад. То есть, Галкин и все этого, это не наш случай. Мы люди, которые жили много-много столетий на территории Иерусалима, еще с турецких времен. Я не глава государства. Тогда, каким образом я могу вообще рассуждать про то, что происходит? Я отец семейства. Если у меня в семье происходит что-то неприятного, будет очень глупо, если я буду винить детей или буду винить каких-то чужих людей. То есть, я беру ответственность. Беру ответственность на себя за то, что я что-то делал правильно или что-то делал неправильно. То, что сейчас происходит в мире, то, что происходит с мировими державами, которые должны были каким-то образом за все эти годы урегулировать состояние в Ближнем Востоке, создать мир, создать успех, создать доверие, это то, что должны делать старшие. Требовать это от простых людей, это глупо и невозможно. Потому что простые люди, ну, давайте будем честно говорить, большинство людей, у них нету своих мозгов. То есть, они зомбированы телевидением, они зомбированы своих религиозных лидеров, шейхов, старцев, раввинах и так далее. То есть, люди обычно не умеют думать. Они держатся автоматически за лидер, потому что они держатся за свой народ. И каждый народ так делает. То есть, они воспринимают критика к своим лидерам как критика к своего собственного народу. Это свойственно всем. Однако, мировые державы, в том числе и Америка, и Россия, и Евросоюз, те, которые принимают решения, они просто создали ситуацию, которая безвыходного положения. В наши дни государство Израиль не существует как государство. То, что мы думаем, что правительство Израиль что-то предпринимает или не предпринимает. Это все как бы, это не так. На самом деле, Израиль, как всегда было, так и есть сейчас. Это некий такой городок. Городок на идише называется Штетель. Если штат по-немецки это город, Штетель это городок. То есть, это означает некая автономная территория, которая управляет старейшиню еврейской общины. И вот самые знаменитые, как бы, вот, еврейских, бывает, иронических и комических рассказы, это про городка Хелем, где все предпринимают неправильно. Вот такие милые евреи, которые, как бы, все делают неправильно. Это все очень мило, но когда это делает государство, которое является еще и ядерной державой, пока единственной ядерной державой на Ближнем Востоке, это уже не мило и это уже не смешно. Иными словами, несмотря на то, что я считаю, что джихадисты, мусульманские джихадисты, это наши враги, и что Хамас это однозначное зло, и что то, что делает правительство Иран, который является главным спонсором вообще терроризма по всему миру, это тоже зло, и что, увы, русские, в том числе их президент, приняли тоже решение быть на стороне Ирана, на стороне Талибана, на стороне Алкайда, на стороне Северной Кореи, на стороне, то есть, тоталитарных таких держав, несмотря на все это, ответственность за то, что происходило, вот когда вот ворвались террористы из сектора газа и стали просто устроить целый погром резни, где убивали больше тысячи мирных людей, ответственность на это лежит в первую очередь на представителей государства Израиля, которые довели огромной территории, почти 3 миллиона человек, которые живут в секторе газа, который как бы находится под осадой, вместо того, чтобы попробовать создать альтернативу, вместо этого довели как бы вот население, то, что большинство из них сейчас, подавляющее большинство жителей сектора газа, поддерживают сезверство Хамаса, то есть обезумели этих людей. Кому это нужно? Зачем это делали? Дело в том, что сейчас в Израиле премьер-министр, это человек, который вот в принципе преступник. Вот последние как бы вот уже полтора года бывают еженедельные акции, демонстрации, чтобы убрали Биби, чтобы его судили, потому что человек, по идее, должен был уже судить в тюрьме. И вот человек этот через его дружба с Катаром, через его дружба с Путиным, через его дружба с Эрдуганом, через его дружба, да, косвенная дружба, но с Хамасом он разрешил Катар давать очень много денег для того, чтобы поддержать, кормить Хамаса, и для того, чтобы они рано или поздно совершили вот такую вот этапу. Почему Биби Натаньяо это нужно? Дело в том, что смотрите, Путин, например, да, он практикует джудо, да, джудо. Натаньяо, нам неизвестно, практикует ли он джудо, джудо, но с точки зрения теории джудо, я думаю, что Натаньяо в этом очень хорошо разбирается. В джудо, в отличие от других способов восточного единоборства, есть вот такой прием, что ты используешь вот эту силу, который вот тот, который тебя атакует, вместо того, чтобы его вот выгонять или бить, ты наоборот используешь, такая философия и практика, ты используешь его собственный вес, его собственные силы, для того, чтобы ты его потом подавил. То есть, иными словами, это именно то, что сейчас делает Натаньяо. Для того, чтобы решить раз и навсегда палестинский вопрос, он сейчас имеет полная поддержка и от народа Израиля, и от мирового сообщества, чтобы просто закончить полностью уже 2,5 миллиона населения газа и надеяться также делать то же самое с населением западного берега реки Иордан и закончить тоже с палестинской автономией. Почему? Потому что они антисемиты. Почему? Потому что они поддерживают террористов. То, что они сейчас поддерживают террористов, это горькая правда. Но то, что вся эта как бы ситуация была сделана для того, чтобы решить немирным путем этот вопрос, это однозначно так. Тут, к сожалению, фанатизм с одной стороны еврейский, библейский, основан на Ветхом Завете в основном, и фанатизм мусульманский. Наш канал – это канал христианства и мир. Поэтому тут анализ, который мы делаем, он не чисто политический. Он взгляд, который я пытаюсь сейчас как бы говорить, очень даже спокойно и очень, то есть без эмоций, хоть эмоции у меня кипят, естественно, и семья у меня там есть, и знакомых тоже есть, и людей изо всех сторон тоже как бы есть, и в Ашкелоне, и в Сдерот, и в Ашдот, и так далее. Моя семья жила в Израиле с 1994 года. 13 лет я жила там до встречи со своим мужем Рафаилом, ну и примерно столько же уже после нашей свадьбы. Там родились и выросли мои дети, прошла, можно сказать, большая часть моей сознательной жизни взрослой. Сейчас, как кинопленка, постоянно идут в голове мысли не только о родных и друзьях, которые там, и молитва за них, конечно, но и воспоминания. И когда я вспоминаю Иерусалим, вспоминаю свою жизнь, вот нашу обыкновенную повседневную жизнь, как росли мои дети, все пропитано палестинским арабским востоком. Невозможно отделить Израиль от Палестины. Вот даже наша повседневная жизнь любого израильтяна, но особенно в таких городах, как Иерусалим, Хайфа, где все живут бок о бок, что мы видим? На улицах вместе ходят, рядом в одних и тех же автобусах ездят арабки-мусульманки в хиджабах, тут же евреи религиозные, праздники, опять же, да, вот Рамадан у арабов, мы идем к Дамасским воротам на их рынок, покупаем сладости арабские, когда суккот, наслаждаемся нашими палаточками, вот этими на улице Яфу, да, которые ставят красивые и около домов люди. В больницу придешь, половина врачей, медсестер арабы, естественно, да, когда я вспоминаю, как я рождала своих детей, например, да, медсестры многие были арабки, одна из Хайфа была особо, мне там помогала, да, я как-то не могу отделить, даже при всем желании. Даже до того, как я начала как экскурсовод, гид работать с паломниками, и, естественно, Саид Атун, наш водитель, это как родственник уже нашей семье, да, столько с ним прошли тяжелых, сложных моментов, когда бывали в переделках, когда начинались какие-то акции, бросали, например, камни, слезоточивый газ, мы должны были вместе группу быстренько, безопасно вывести, уже как слаженная команда, сколько раз заботу Саид проявляла о моей маме покойной, обо мне помогал Рафаилу, то есть это отношения человеческие, которые нельзя вырвать с корнем, их нельзя убить, мы до сих пор на связи, да, до сих пор общаемся с семьями, дружим, и с семейством Саммера Тарази, конечно же, да, агентство наше, универсал, невозможно убрать из твоей жизни это часть жизни, и я думаю, что это не только у меня так, естественно, у многих людей, и такое ощущение, что все вот эти вот теракты, войны, ненависть вот эта, вот эта ярая борьба за свою там независимость любой ценой, да, такое ощущение, что это навязано, это что-то чужое, это что-то абсолютно ненужное, и очень хочется сказать, недолговечное, но, к сожалению, пока жизнь показывает обратное, если бы только люди могли понять, что вот эти родоплеменные инстинкты, моё, чужое, да, желание защитить свою территорию, желание защитить свои интересы, свой народ, пусть даже хорошие, допустим, добрые какие-то вещи, но защитить их любой ценой, что это абсолютно нежизненно, даже оставим сейчас понятие грех, да, это просто нежизненно, потому что нету конца ненависти, мести и злости, нету предела, это как замкнутый круг, это кольцо, любая победа, любое прекращение страданий детей за счёт страданий других детей породит опять зло и месть, и это будет до бесконечности, то, что мы, собственно, и видим в израильской модели, и, конечно, безумно жалко сейчас заложников, слёзы льются при мысли о тех, кто сейчас в Ашкелоне под этими обстрелами, в Сдероте, в других, в центре страны, но одновременно у меня так же болит сердце, мне так же жалко палестинцев, потому что тем, что палестинцы одобряют сейчас действия Хамаса, они подписывают смертный приговор Палестине, то есть не будет Палестины, не будет больше вот этого, скажем так, светлого, прекрасного Востока, который в Израиле всегда был, и те, кто считают, что арабов надо давно было всех передушить и в море покидать, ну, это люди не очень умные и, скажем так, не очень культурные, потому что на самом деле арабская, восточная, вот вся наша палестинская, самобытная очень культура, она ценится и она хорошо знакома всем интеллигентным, культурным израильтянам. И такие, слава Богу, есть, но, естественно, как всегда, в очень большом меньшинстве. И очень страшно, и жалко, жалко арабов-палестинцев, что они поймались, собственно говоря, на эту удочку, и ничего хорошего для Палестины, для народа Палестины, ни для мусульман, ни для христиан, теперь, увы, похоже, уже не будет. То, что я вижу сейчас, это, что, увы, вот эта война, это на самом деле не просто какая-то территориальная война между Израилем и Хамасом, или через даже Израили, и арабы, или между Израилем и Палестиной. Нет. Тут речь идет о большом игре, больших игроков, Китай, России, с одной стороны, которые имеют Иран и Америка, то есть США, Северная Америка, Европа, которые имеют как свой союзник Израиль. Израиль очень много лет колеблась между Восточным блоком и Западным блоком. То есть, вообще-то, Израиль, когда в момент основания получил помощь именно от социалистических стран, в том числе от Сталина, но очень быстро приняли решение быть с Америкой. Но, тем не менее, всегда был вот некий такой, я бы сказал, странный такой, странная попытка сесть на двух стульях. И на социалистический, восточный, или русский, скажем так, и на либеральный, демократический, американский. И так и было до сегодняшнего дня, можно так сказать. Напоминаю, что Израиль до сих пор находится среди так называемых дружественных стран, то есть, УРФ, да, потому что правительство Израиль не осуждали, официально не осуждали войну РФ против Украины, несмотря на то, что Зеленский очень это хотел и требовал, и вот такие есть очень, очень сильные такие произраильские настрои среди украинцев, но на самом деле очень сильные также и лобби Тель-Авив Москва. Дело в том, что русские войска находятся в Сирии и Тель-Авив сообщает Москву постоянно, когда они будут бомбить определенные арабские, иранские точки в Сирии. То есть, есть определенные договоренности. Дело в том, что Иран это главный враг Израиля, однако Иран это главный союзник РФ, об этом заявили и Путин, и Патриарх Кирилл, и многие другие священники, блогеры, которые, православные русские, которые сочувствуют Ирана, они считают, что Иран за традиционные ценности, за религии бородатые такие чехи, мужчины, которые, конечно, намного ближе православия, так как считают некоторые русские, чем католики или протестанты, которые сидят в гнылом Западе. Также русская риторика часто использует риторик иранцев, напоминаю, Иран это страна, которая была до конца 70-х годов, абсолютно светская, там был шах, там были женщины в брюках, как бы все, как бы вот мужчины также были все современные, без бороды и так далее, и вот потом началась исламская революция и эта исламская революция это в каком-то смысле это как мечта патриарха Кирилла, то есть о том, что религиозный лидер будет все решать, а президент, ну президент это вот так себя. Короче, Россия соединилась с Ираном, Иран дает России дроны, и вот тут проблемы с точки зрения Израиля, потому что как можно продолжать эти отношения с Путиным, с Лавровым и так далее, когда идет война уже, которая по сути дела спонсирует РФ через Иран и через Катар и через других таких странах. Получается, война будет уже не просто между Израилем и Палестиной, а это продолжение вот это вот медленная мировая война, ядерная война, которая как бы сейчас потихонечку может быть и будет. То есть, то, что я вижу, это, что Америка попробует через Израиль совершить атаку на Иран для того, чтобы была там смена режима, для того, чтобы больше не было режима АЭТО. И проблема в том, что даже если такое будет, а сейчас Америка отправляет свой авианосец, который имеет также две ядерных ракет, в сторону берегов Израиля, берегов восточной части Средиземного моря. Получается, Хамас это не, это вообще наемники иранские, по сути дела. Это люди, которые делают ту работу, которая выгодна иранцам. Поэтому главный удар будет сейчас по Ирану, главный удар будет, скорее всего, Ливан, потому что Ливан тоже имеет Хизбалла, а Хизбалла это как раз террористическая милиция, которая тоже имеет свое начальство в Иран. Так что то, что мы увидим здесь, это столкновение китайского русского блока с одной стороны и американского европейского блока с другой стороны. У одних существует Иран как агент, а у других Израиль как агент. Мне лично это выглядит как полный провал вообще израильской национальности и сионизма. Почему? Потому что это просто означает, что Израиль не существует как полное, полноценное самостоятельное государство. Это просто существует как некий как бы просто агент, который нужен определенным силам для того, чтобы совершить свою гегемонию в территории. Если, однако, мне надо выбрать что лучше, что хуже, будет очень трудно. Однако, я бы сказал, что без сомнения, для меня идеал Северного Кореи, идеал Ирана и идеал куда катит сейчас РФ совсем мне не близок. То есть, я считаю, что страна должна быть светская, я считаю, что религии не должны смешивать с такими земными представлениями, как национализм или патриотизм. Национализм и патриотизм относятся к земному областью, а религия и духовность это должно быть уже внутреннее дело, а не дело, которое заставляет всех граждан соблюдать субботу, или делать курбан-байран, или иметь бороды, или накрыться хиджабом и так далее, или ходить в воскресенье в храм. Это не решение государства такие вещи. Так что, с одной стороны, мы видим тут религиозный тоталитаризм, и с другой стороны, Запад, который, да, имеет свои очень большие проблемы, очень большие недостатки, я бы сказал, что особого какого-то отсутствия пути, который действительно есть. Поэтому люди считают, что Запад как бы вот находится в период падения, и может быть, так оно и есть. Но, тем не менее, есть та часть, которая поддерживает тоталитаризм, есть та часть, которая поддерживает определенные свободы, да, вот, и в этом есть проблема. Потому что, когда ты даешь людям полная свобода, без никаких вообще ограничений, без никаких правил, без никаких законов, без никаких духовных основ, тогда ты сам себе разлагаешь изнутри. Иными словами, если смотреть честно и объективно, я не вижу будущее вообще в этой системе. Я считаю, что мир тогда держится только благодаря отдельно взятых добрых людей и святых, тайных святых, которые мы просто о них ничего не знаем. Они, может быть, не являются говорящими головами, которые как бы в Ютюбе или в Фейсбук или где-то еще. Они просто, их молитва держится мир. Это то, что верят в этом и христиане, и то, что верят в этом и евреи, и мне кажется, так оно и есть. Были такие примеры людей, как, например, Махат Маганды, который призывал к сопротивлению, но к мирному сопротивлению. Тебе не нравится то, что делает оккупант, ты объявляешь пост, сам себя ограничиваешь. Тебе не нравится, как бы, что люди совершили массовое убийство, ты протестуешь мирно и таким образом тоже достигаешь больше целей. Но, конечно, Ганды убили за это. Националист индус убил его, потому что он считал, что он недостаточно сильный, резкий против мусульман. То есть, те же самые проблемы. Вот, как избавиться от жестокости, как избавиться от вот этого замкнутого круга ненависть, месть. Я, например, не святой человек. Когда я услышал о тех зверствах, которые были, я, честно говоря, сказал, что пусть даже стерут как бы и газы с лица земли и всех палестинцев. Хоть я, в принципе, хожу в один и тот же храм, как и палестинцы, и читаю по-арабски, и говорю немножко даже по-арабски, и вообще, в общем-то, как бы не считаю, что они люди плохие и так далее. Но, тем не менее, да, вот такие реакции бывают и людей. Мы должны пытаться трезво, поступать трезво. То, что радует, конечно, и это единственное, что радует, это что вовсе-то есть в государстве Израиль и среди евреев, и среди арабов добрых людей. Люди, которые действительно оказывают взаимопомощи, помогают друг друга, спасают друг друга жизни, борются до последнего пуля тоже, как бы защищая невинных, есть такие люди. И это очень радует. Но, если говорить про государственную систему, если говорить про лидеров, если говорить про те люди, которые на них несет вот ответственность за каждого убытого младенца и ребенка и старика, эти люди, вот, что я могу сказать, как бы пусть совесть их накажет, если у них вообще есть совесть, потому что они довели ситуацию до этого и когда люди были в состоянии, что на них нападает враг, они не совершили то, что они должны были совершать. Они не защищали слабых, они не защищали тех людей, которые ожидали от них помощи. При этом несколько месяцев и недели до этого они могли призывать армии для того, чтобы разгонять протестующих против власти. Для этого у них хватало и кураж, и конная полиция, и все этого, который очень красиво выглядит. То есть они могли бить своего собственного народа, а защищать их от террористов почему-то не могли. Это тоже заставляет об очень много думать. Так что в эти дни, в отличие от того, что большинство думают, наших зрителей, я совсем не рад, что я нахожусь здесь. Если бы у меня была возможность финансовая, если бы у меня была возможность тоже на какое-то время оставлять свою семью и детей, я бы конечно поехал бы сейчас в Иерусалим и попытался в разных городах Израиля помогать как могу. Находясь здесь в Северной Ирландии, Белфасте, в Ньюри, конечно Израиля палестинский конфликт выглядит еще ближе, чем когда-либо. Дело в том, что разные сегменты Северной Ирландии, в том числе и протестанты, которые поддерживают Израиль, и ирландские республиканцы, которые традиционно поддерживают палестинцев, как угнетенных, как народа, который пострадал от колониализма, вот конфликт становится еще ярче, чем если бы я был в любом другом месте. Как мы знаем, столица всех городов Европы сейчас там все было свешено израильскими флагами, однако также существует немало людей, которые выражают свою поддержку и солидарность с Палестиной. В Северной Ирландии это особо остро, потому что опять, как я сказал, вот у IRA, это в принципе террористическая ирландская католическая организация, которая тоже считается как организация за освобождение Ирландии, она больше уже не существует, но тем не менее их представители находятся сейчас в Шинфейн, которая это самая большая партия Северной Ирландии и некоторые говорят, что в саму республику Ирландии будет самая большая. Шинфейн имеет теснейшие связи с организациями Хамаса и имели также тесные связи с Фатах и с палестинской разные движения в освобождении Палестины. Когда едешь в Белфаст там есть стена, называется Стена Мира. Это уже сейчас туристическая аттракция, но на самом деле эта стена была построена для того, чтобы разделить протестантских районов от католических. Дело в том, что часто совершили нападки друг на друга вот в 60-е, 70-е, 80-е годы. сейчас время от времени иногда такое что-то такое неприятное бывает, как бы могут кричать друг на друга, но война в Северной Ирландии уже закончилась. Был мирный договор, вот Good Friday Agreement, это как бы вот страстная пятница, вот 90-е годы, как бы вот конец 90-х годов, было 97-й год, если я не ошибаюсь, было вот это договоренности, но тем не менее, когда ходишь вдоль этой стены, ты видишь скатолическая часть, пропаганда пропалестинская, а протестантская часть как раз произраильская. Думаю, что это единственное место в мире, где вот это безумие оба как бы вот этих политических, риторических и пропагандических лозунгов как бы можно видеть в одной стене, вот буквально. То, что мы видим здесь, это как бы вот Шанг-Хилл-Роуд или Фоллз, это раньше вот эта стена разделяла эти территории и до сих пор по ночам вот эти ворота закрываются и проход через них невозможен. А днем там всегда открыто, как бы вот потому что, как я уже сказал, война закончилась. Когда нахожусь в Северной Ирландии, несмотря на конфликт, который существует политический конфликт между тех, которые сторонники того, что Северная Ирландия осталась в Лоне Великобритании, а националисты ирландцы, которые мечтают об объединенной Ирландии, когда я вижу это, я вижу, что дискуссии, вот это именно дискуссии из войны, из горячей войны превращалась просто в дискуссии, у меня, может быть, есть какая-то надежда, что может быть когда-нибудь на Ближнем Востоке тоже и арабы, и евреи смогут каким-то образом договориться, чтобы каким-то образом выздоровели, лечились от этого религиозно-национального фанатизма, вот просто одурманине, как бы, одни считают, что надо ожидать Машеха в Иерусалиме, да, вот, чтобы он построил третий храм, другие считают, что вот Аллакса находится под угрозой евреев, вот, если честно, хочется, чтобы просто даже святые места в Иерусалиме стали нейтральными зонами просто музея, если человек хочет молиться, ну пусть молится где угодно, только не в Иерусалиме, потому что превратили вот это вот защита Иерусалима, превратили это просто в причину для того, чтобы создать Армагеддон, так и думают и фанатичные настроенные протестанты, так думают и фанатично настроенные мусульмане, иранцы и так думают также фанатично настроенные евреи. Ну, мы уже делали видео о том, как религия может быть болезнью, так что вот моя надежда это чтобы действительно просто Иерусалим стал обыкновенным городом с историческими замечательными достопримечательностями и еще лучше с замечательными людьми, которые там живут и умеют мирно, дружбенно общаться друг с другом. Это моя мечта. Может быть наивная, может быть невозможная, но мне кажется, что это единственное правильное, что можно надеяться в эти дни. в эти дни.